привет друзья слушайте я вот сейчас вот там смотрю комменты которые пишут по поводу создадим вместе ну как круто да создадим вместе а здесь посмотрите ножка то у него как а посмотрите он там задумался там задумался парус там за ним потому что он уже так задумался он уже не здесь она смотрит так серьезно что он так задумался где он хочу важно кто же быстрее адаптировать в неопределенности неопределенности в неизвестности вот ей неизвестно сейчас о чем он там думает а он там-то думал задумался но слушайте и вот паруса у нас это самое как говорится вместе мы сила его сейчас комменты смотрю и там я когда говорил о том что создадим науку человечности там ни одна дама написала пока вы создаете и создадите эту науку всех вас уже на четверенки поставят почему девочка такие вещи написала я и написал а вы подключаетесь уже тысячи людей подключились вот посмотрите ну вот вместо того чтобы думать о будущем напишут мне такую ну я понимаю я понимаю я понимаю но я все это понимаю как все загрузленные ну короче говоря что я хочу сказать я бы этой девочки посоветовал то что мы прошлый раз я показывал от хаоса в порядок как разгрузка делается сначала делаешь беспорядочные движения то есть делаешь такие которые ты никогда не делал в жизни беспорядочные думаешь чтобы такое сделать который никогда не делал может ушами может быть кончиком пальца может быть бедром там может быть ушами там или может быть вот так вот как до беспорядочный хаос вот это неопределенность неизвестность да потом после этого поскольку ты ищешь какое новое движение сделать которого никогда не делал, после этого к порядку, переходи к тому действию, которое тебе нравится, нравится, и вдруг ты начинаешь замечать, что тебе все пофигу. Таким образом, ты что делаешь? Ты, во-первых, делаешь, как я понял, я там смотрел ролики, и мне советы давали, и там делаешь, во-первых, элемент динамической медитации. Есть медитация пассивная, то есть ты когда сидишь там и повторяешь мантру, а есть там даже целые секты, которые за деньги это делают, дают тебе как бы секретную манту, там, в Ахриши и прочее, как будто секретную, дают, и ты ее как бы повторяешь, повторяешь и входишь в состояние. Там никакого секрета нет, ты просто берешь повторяемое какое-то, все на этом построены, повторяемое действие снимает напряжение, и ты выходишь в состояние такое вот, ну, по существу я вам уже объясняю, о чем построены многие, многие методики, и ты выходишь на состояние вот такое великолепное, да, это вот динамическая медитация, вот повторяемые движения какие-то такие хаотичные, а потом повторяемое движение, это пассивная медитация, это пассивная, да, они разные формы существуют, но главное, когда ты ищешь движение, а этого нигде нет, ищешь движение, которое ты никогда не делал, это уже не просто динамическая медитация, это уже развитие креативности мозга, да, это уже путь к работе с неопределенностью, потому что кто будет у нас в будущем, кто выживет сейчас в ситуации неопределенности, те, у которых развита креативная мыслительная способность, как адаптироваться в текущей ситуации, в ситуации неизвестности, угроз, рисков постоянно, как адаптироваться, кто быстрее адаптируется, я вам сейчас скажу. Представьте себе, представьте себе ситуацию, когда в школе сидят дети, мальчики и девочки, и им говорят, ну, какое-то задание, пишите букву А, пишите букву Б, пишите букву В, там и так далее, кто из них наиболее старателен и прилежен? Ну, конечно, девочки, конечно, девочки, потому что у них это, видимо, по природе. Почему? Старательность, прилежность, аккуратность у девочек, потому что если бы у девочек в природе этого не было, вот этой исполнительности, подражательности, это же по существу рефлекс подражания, делай, как тебе говорят. Вы обратили внимание, да? Ну, именно аккуратная, аккуратная, она становится отличницей. И вот теперь она попала в неизвестность, в неопределенность, в ситуацию рисков, угроз, не знает, что делать. А у нее уже настроенность адаптироваться в условиях четкой повторяемости предлагаемых действий. Ну, как она там будет выживать? А теперь мальчишка, который, в принципе, ему очень трудно сосредотачиваться на том, что ему предлагают делать. Да-да-да, мы же смотрели, сколько нобелевских лауреатов там мальчиков, и сколько там девочек стали. А оказывается, мальчиков гораздо больше. И оказывается, в точных науках имеется в виду. И оказывается, эти лауреаты в школе плохо учились. В школе плохо учились Бунина, Эйнштейна, даже этот, ну, много там, которые в школе плохо учились. А стали лауреатами нобелевских премий. Почему? Потому что мне вон там подсказали, я сейчас имена уже не буду все перечислять, а то я отклонюсь от темы. Но у нас столько достойных учеников, учениц, столько достойных участников школы Человек Будущего, Homo Futurus. Я не буду все фамилии сейчас перечислять, вы меня пойдете. И там подсказали, потому что эти люди, они занимаются самообразованием. У них интуиция подсказывает заниматься самообразованием. Вот есть образование, которое вам говорят, вот это делай, и там аккуратисты. А есть люди, которые плохо это делают, потому что не могут на этом сосредоточиться, потому что им легче сосредоточиться на том, что им интересно. Вот же в чем дело, друзья. Так вот, поэтому на меня обижаться ни в коем случае не нужно. Ни девочкам, ни мальчикам. Каждый хорош на своем месте, как говорится, и каждый там первый. В той деятельности, в которой он сейчас, где он больше востребован. Там он счастлив, там он более здоров, там он и так далее. Так вот, я вам предлагаю, для того, чтобы вы развивали у себя поисковую творческую активность мозга наряду, наряду с прекраснейшей способностью подражания и повторения старательности, аккуратности, без которой мы жить не можем. Потому что даже в исполнительности может быть свое творчество. Можно так хорошо выполнить задание, которое тебе дали. Творческие. И даже там, даже там, в этой исполнительности тоже нужен подход творческий. И поэтому, чтобы роботы нас не заменили, чтобы мы всегда нашли в будущем свое место, нам надо развивать главную профессию, способность адаптироваться в условиях неопределенности. Да, поэтому я вам и даю некоторые приемы, методики, чтобы мы вместе создавали науку человечности. Потому что человек в человеке открывается тогда, когда он снимает сжатости, стресс, когда снимает. Там, где у него инстинкт выживания, а он снимает сжимы, и у него открывается более высокий уровень его сознания. Потому что энергия вся тратится уже не на выживание, не на поддержание баланса, не на обеспечение жизни, деятельности, а на созидание. Потому что у него появляется больше энергии, и он уже может ее... А он по природе творец. Он по природе творец. Я бы этой девочке, которая мне написала, пока вы науку человечности будете создавать, вас всех поставят на четверенки, я бы ей сказал, знаешь, что тебе нужно, дорогая? Тебе нужно подурачиться. Вот одно упражнение. Динамическая медитация. Делай любые хаотические движения, как в детстве мы делали. Как в детстве мы делали. Мы были свободны. Мы были свободны, пока он мне скажет, ай-яй-яй, стоп, остановись, делай так, что тебе говорят. Так вот, люди, которые постоянно были в состоянии подчинения, родители все время держали вот так в ежевых рукавицах. В школе, если вас заставляли делать иначе, они не давали вам мыслить, развивать мышление. Потому что есть гениальные преподаватели, гениальные педагоги, Сухомлицкий, Макаренко и другие. Миша Щетинин, друг мой был, тоже был отличный педагог. Вот. Они подходили именно индивидуально, они позволяли детям развивать творческое мышление. И они были старательны именно в этом. Смотря в чем стараться, понимаете, в чем дело. Так вот, и мальчики, и девочки. Мы все находимся в состоянии зажатости и старых стереотипов подхода к неопределенности. Кто-то ищет авторитет, подражание кому-то, а кто увереннее говорит, стало быть, думается, подсознательно, наверное, он знает, о чем он говорит. На самом деле, кто говорит уверенно, вы все не знаете, что он понимает, о чем он говорит. Просто есть по характеру такие люди, такие лидеры мнений. Так вот, кто не научен, никто не научен искать решения наиболее простым способом, то есть у кого не развита креативность мышления, изобретательность ума, и в ком нету человечности, что бы он там ни придумывал, даже очень умный человек, если в нем нет человечности, у него все равно эффективность резко бы выросла, если бы в нем была человечность. И то, что бы он придумал своему, служило бы не только ему для выживания, не только для заработка, не только для продвижения себя, но и для близких, для большего числа людей, в конечном счете и для Отечества, а потом и для государства, и для всего человечества. Так, в любой деятельности умственной подключайте чувство человечности, и эффективность резко возрастает. Вот что интересно. Поэтому, если вы сейчас просто берете, подурачитесь, это хаос, это хаос, это хаос, и в этот момент ищите то действие, которое никогда в жизни не делали, делать-то в первый раз, то есть вы развиваете креативность мышления, и вы превращаете динамическую медитацию в развивающую вашу личность. Просто раньше динамическую медитацию никогда с этой задачей не связывали. Она была просто как инструмент для расслабления. А сейчас мы связали, то есть то, что мы сейчас с вами делаем, это мы создаем новую парадигму использования всего того, что есть, всех методов мира, всех мантр этих самых, всех способов дыхания и так далее. Мы создаем направление развивающего креативность нашего мышления, потому что быстрее всех адаптируется в неизвестности. Именно тот, кто быстрее соображает. Понимаете? А там момент важный, кто умеет быстрее снимать стресс. Да, потому что чемпиона мира воспитывали, воспитывали, он тренировался, 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 поехал на Олимпийские игры, переволновался и золотой медали не получил. И все это, вся эта школа, которая была, она оказалась бесприсовной. Поэтому учимся мы в одном состоянии, а применять полученные знания, навыки и умения приходится в различных обстоятельствах. И в первую очередь, в условиях неопределенности, чтобы вы умели быстро снимать стресс, быстро восстанавливать свои силы. Это метод-ключ. Ключ там ты подбираешь, прием, который тебе соответствует. Сначала делаешь, например, поигрался в хаотичные движения, а потом вышел на повторяемые движения. Так вот, еще раз повторю, поиск нового движения тренирует креативность, способность мозга. Это изобретательность неопределенности. А повторяемые движения тренируют сброс напряжения. Таким образом мы соединяем принцип подбора путем перебора, ключевой принцип, с принципом повторения мать учения. И таким образом у нас все получается. А это наша школа человек будущего, хомо-футурс. Поэтому упражнение простое. Подурачься. Подурачься, видите? Подурачься, будь как ребенок, будь как дети. Вот так, посмейтесь, поулыбайтесь, сделайте то, что вы давно не делали, потому что вам говорили нельзя. Подурачьтесь, поищите те движения, которые вам нравятся, которые вы делаете первый раз в жизни, вы развиваете креативное мышление, а потом переходите на шалтай-болтай из холоса в порядок. Таким образом вы развиваете свое творческое, созидательное качество. Это будет лучшей профессией, гарантированной профессией, востребованной профессией в нашем будущем. Это способ обучения адаптироваться к неопределенности. До встречи, друзья.